Здравствуйте все! В эфире Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будоблог.ру, макевара.ру, корректура.ру, докторшилов.ком. О, привет, тут уже вошел. Здорово-здорово, друганы. Сразу давайте так, заходим, представляемся сколько лет, из какого города, почему, потому что так оказалось, я сейчас был в инстаграме, общался, начал общаться с одним парнишкой из Дагестана, и через 3 минуты выяснилось, что на тому 9 лет. В итоге мне совершенно по-другому перестраиваться пришлось, то есть строить диалог правильно в соответствии с его возрастом, понимаете, тут чтобы не получилось такой накладки никакой, да, дурацкой. Давайте так, откуда и сколько лет, от этого будет зависеть эфир, как я его буду вести, жестко там, не жестко, корректно, некорректно, цензурно, не цензурно. Эфир, тема у нас эфир такая, что важнее, победа или участие. Ташка за мной следит все время, да, привет. Победа или участие? Сразу доведу свою концепцию, и хочу услышать концепцию вашу. Моя такая. Победа важна, не надо придерживаться якобы надолимпийского принципа. Главное не победа, а над участием. Это ерунда, это глупый принцип, который совсем не является надолимпийским, потому что на Олимпиаде как никогда силен дух соперничества. И люди приезжают на надолимпийские игры, чтобы поучаствовать. Да, Наташка, я целый день в эфире сегодня, потому что, видишь, я за рулем постоянно, да, туда-сюда, и вот, а что бы не поснимать. Есть, с чем поговорить. Вот сейчас приеду домой, работать буду, уже в эфир не выйду до поры до времени. Там как никогда силен на самом деле дух соперничества именно на Олимпийских играх. Люди приезжают для того, чтобы победить. И вопрос вот в чем. Действительно, победа крайне важна. Вернее, победить, стараться, желать победить, это самое главное, потому что желание именно побеждать ведет к самому быстрому прогрессу, именно дух соперничества. Другой вопрос, что побеждать нужно стремиться не любой ценой, да, а абсолютно честно. То есть в равных условиях, то есть по равным самоправилам, не имея для себя каких-то преференций и преимуществ. Так вот, важна может быть не сама столько победа, сколько максимально приложенные усилия и большое стремление к этой победе. Вот что важно. Да, участие ради победы только так. Правильно. Поэтому, абсолютно согласен. Александр, солидарен. Вот. Никаких Олимпийских принципов, что главное не победа, а главное участие. Стремление к победе. Только стремление к победе и никак иначе. Не факт, что вы победите. Не, ну, уметь проигрывать надо тоже. Но надо понимать, что проиграть можно только в одном случае. Если для победы были приложены все усилия, тогда горечь поражения, она не будет такой горькой. Понимаете? Потому что если из-за случайности проиграли, или из-за недоподготовленности, или из-за чего-то еще, вы сможете себя оправдать, но это будет психотерапия. Это не будет реальной деконстатации фактов. Вы не будете понимать, на самом деле так это произошло или нет. А так любое поражение вы будете рассматривать как офигенный мастер-класс. Если вы проиграли по случайности, или по другой причине, вы не вынесете из этого никакого положительного урока во плане самосовершенствия. Может, в области предотвращения самослучайностей каких-то вы вынесете для себя опыт. Но для прогресса не вынесете никакого, но это точно, это совершенно точно. Вот, поэтому полная выкладка всегда. Да, готовитесь, если на соревнования, значит, надо отдать все силы, какие только можно. Я не люблю, когда на соревнования выходят люди для того, чтобы, как говорится, начать и кончить. То есть, если, понимаете, другое дело, предположим, вот есть такие вещи, как осенний марафон, да, называется. Или лыжня, там, 2017, 2016, 2015 там она была. Когда люди выходят для того, чтобы в спортивном каком-то мероприятии проявить всеобщую солидарность. Или на какой-то марафон они тоже, на какой-то кросс-нации они выходят. Да, в рамках этого мероприятия существуют еще и соревнования. Но есть и не соревнования. Но когда это только соревнования, я вообще не понимаю тех людей, которые выходят для того, чтобы только принять участие. Кто-то скажет, нет, это неплохо. Во-первых, человек, выйдя на соревнования, уже тренирует свой дух, характер. Там, типа, не засал выйти на соревнования, молодец. Да нифига не молодец. Понимаете? Давайте тогда будем рассматривать так. Вышел бы он на эти соревнования, если бы это были контактные соревнования по, там, вот ММА. Если это не мазохист какой-нибудь, то он бы точно бы не вышел. А выходит на соревнования по бесконтакту по какому-нибудь. Почему? Потому что надеется на то, что цел там останется и вроде как на соревнованиях тоже поучаствует. И знаете что? Я даже скажу, я знаю лично людей, которым настолько повезло, что существует в Фудокане такой раздел. Называется Фкуго. Если я ничего не путаю. Да. Фукуго. Это когда делается ката, потом кумите, ката, кумите, ката, кумите. И так до полуфинала, финала и так далее. Так вот, когда собирается мало народа, а человек в чем-то в одном слаб, а еще в первом круге у него и не явился партнер, а во втором самокруге он выступил в наиболее сильной самодисциплине для себя, то он выходит в финал, даже бывало такое, с какой-то, вернее, в принципе даже не поучаствовав. То есть первый круг он просто там автоматом вышел, во втором вышел в сильной дисциплине для себя, а в финале уже все вот попал, и там тоже у него может быть шанс как бы выиграть, потому что в финал вышел человек со слабой дисциплиной для себя тоже. Вот, все. И это капец. И тогда бывает, что такое проканывает. Но это скорее исключение из правил, нежели реальная практика. Кстати, кто еще как считает? Что важнее, победа или участие? Я свою концепцию довел. Я считаю, что важна не сама, наверное, победа, не сам ее факт, потому что побеждают единицы, хотя именно они делают историю, но это единицы. Их очень мало, этих людей, которые побеждают. Он всегда на любом чемпионате, он один победитель. Ну, в своей дисциплине, вот так вот скажем. А как же быть остальным? Важнее стремление к победе. Стремление, отдача всех возможных сил для победы. Всех, каких только возможно. Причем не только в тот момент, когда соревнования происходят, а на этапе, прежде всего, предсоревновательной подготовки. Вот. Если вы знаете, что вам предстоят соревнования, нужно выложиться по полной программе. Я, наблюдая различные чемпионаты, соревнования, я часто вижу, особенно среди ветеранов. Я больше про ветеранские где-то говорю, потому что молодые в соревнованиях выкладываются. У них силен дух. Силен дух именно победы, желание победы. Они всегда стремятся выигрывать. Мало кто из детей и молодежи выйдут на соревнования без желания победить, без желания показать себя, как-то продвинуться. У них это присутствует всегда. А вот ветераны, они часто выступают и без желания. Для них часто существуют другие факторы мотивации. Во-первых, они пытаются доказать что-то себе. Во-вторых, они пытаются доказать что-то другим. В-третьих, у них есть моральное убеждение того, что сделать это в принципе надо, чтобы это не загустела кровь, надо ее побудоражить и все такое прочее. Но надо понимать, что если это делается, то делается это должно по полной программе, а не просто, чтобы выйти. Выйти, получить люлей и чувствовать собственного достоинства, успокоить себя в том, что, ну а что ж такое? Мы же среди ветеранов все выступаем. К тому же это всего лишь навсего соревнования. А вот в традиционном тут искусстве мы сильны. Если вдруг на улице что-то случится, я там как великий мастер боевых искусств, пускай даже на соревнованиях я не выложился, пусть одышка у меня после одного кадра, но на улице-то я жару-то там всем дам. Я же традиционными боевыми искусствами занимаюсь. Там икинохисатсу одним ударом наповал. Да, тут до абсурда может вообще дойти. Наповал кого? Один раз ударите сами. Это я помню совсем недавно. Был бой. Нет, как недавно, год уж, наверное, назад. Был бой. Очень известные два медиа, в медиа спортивных два человека. Устроили бой. Один другого вызвал, а тот ответил ему. И они решили подраться по правилам K-1 на Fight Nights. Вот. Ну и вот. Один другого гонял, гонял, поскольку больше по размеру был. И потом, когда надо было нанести удар ногой, ударил так ногой, что оторвал себе мышцу из-за бедра. Вот это вот, да. Тоже показатель, да? Ну, как так вот может быть? Оказалось, что может. И где здесь одним ударом наповал? И кого наповал? Самого себя? Да. О. Володя что-то накидал. Сейчас я прочитаю. Я не согласен по поводу Fuku-го. Наоборот. Там встречаются, в принципе, технари. И в ката, и в кумите. Да. Там должны встречаться технари, и в ката, и в кумите. Потому что человек, который в ката не технарь, ему в Fuku-го делать нечего вообще. Ну вот. Равно так, как кто не умеет сам ядраться, а чистый катист. Ему тоже в Fuku-го делать нечего. Я говорю про те ситуации, когда человек просто решив выступить, потому что его привезли, сказали, да ладно, заявись, что ты. Давай выступим. Там он смотрел, лохи какие. Смых заявляется и выступает. Я говорю, что и бывали ситуации, я сам лично знаю эти ситуации, когда человек реально в кумите должен был проиграть. Потому что он вообще не кумитист. А так, ну, слабый человек в кумите. Ну, ката так ничего нормально, хорошо, в принципе, делал. И первый круг был именно кумите. И на первом круге у него противник не явился. На втором круге в ката он выиграл. Реально выиграл. Причем выиграл сильного кумитиста. Но выиграл его в ката. Тот тоже вылетел. А следующий круг, это был уже финал. И он сошелся в кумите и занял самое второе место. Вот так. Все. То есть ему достаточно было просто один раз ката выиграть и один раз законно кумите проиграть. И он все. Занял, на самом деле, второе место. Да, первое не занял. А второе занял. А мог бы занять и первое, если бы вдруг не явился бы его противник по кумите, или получил бы травму какую-то, из-за которой бы нормально не мог бы драться. Даже если бы силен был в кумите. Володь, ты говоришь об идеальной ситуации, что должны встречаться. Должны встречаться, конечно. Я говорю про то, что когда человек думает не о победе, а лишь о участии, то иногда судьба дает ему шанс поучаствовать и победить, что в принципе очень плохо. И мало там участников никогда не бывало. Да бывало. Бывало, особенно когда все это начиналось. Фукуго появилось на моей бытности. Когда я выступал активно еще очень. И тогда вообще фукуго дисциплина была новая. Народ китай-ката вообще не знал. И выступал народу очень мало было. Было такое, что в фукуго заявлялось 5 человек. Вот и все. Там уже три финалиста сразу. Так что это сейчас может быть. Ну и не может быть. Сейчас-то немерено заявляется людей. Каждый гирлянд медали привозит. Так что все нормально. Так, и мало участников никогда не бывало. Вот именно, чтобы кто-то силен в Комете, но в Ката дуб. То есть, если бы все выступали бы и в Ката, и в Кумете, то есть нужно было обязательно с одним и тем же противником. И посоревноваться. И в Ката, и в Кумете, с одним и тем же. Вот тогда бы было бы, да. Было бы круто. Это было бы серьезно. Это было бы честно. Так, ну ладно. Еще дальше по поводу, что важнее. То есть, участие в соревнованиях или победа. Или вот видите, как я вывел эту третью такую, дал сентенцию, да, к обсуждению. Или желание победить. Я думаю, что в плане того, чтобы прогрессировать, достаточно очень сильного желания побеждать. Вот это главное самое. Должно быть очень сильное желание побеждать. И надо подавать отчет себе в том, что побеждают не все. Стремиться, да, побеждать надо. Но и уметь проигрывать тоже надо. Очень тяжело видеть отчаявшихся в себе бойцов, которые, не победив, бросают спорт даже в плане занятий для себя. Приходит какое-то разочарование. Они делают вывод, что это не для них. Понимаете? Боевое искусство на то оно и боевое искусство, что это искусство боя, это art of killing. И не всегда победа в соревнованиях отражает настоящее положение вещей. Если в соревновании не получается побеждать из года в год, то, конечно, надо пересмотреть и подготовку саму как таковую. Если прогресс есть, значит, вы работаете правильно. Если сначала входили в двадцатку, потом в десятку, пятерку, потом регулярно занимаете призовые места, но не становитесь первым, то все равно это прогресс. Или даже хотя бы не стали в призах, но прогрессируете. Это тоже хорошо. Другой вопрос, что если, наоборот, видно регресс. Значит, скорее всего, да, соревнования, да. Либо в тренировочном процессе менять надо. Либо соревнования не ваш формат. Вот те соревнования, по которым вы выступаете, не ваш формат. Если у вас есть и желание, и стремление, и нет успеха, не тот формат соревнований. Но это не значит, что боевое искусство не для вас. Существует масса форматов для соревнований. И в этом плане занятие с смешанными боевыми видами намного лучше. Потому что у вас всегда есть возможность перепрофилироваться и попробовать себя в разных видах соревнований. А вот кто привык участвовать только в одних и по определенным только правилам, вот им намного сложнее. Поэтому нельзя быть заложником одного какого-то направления. А многостаночником в этом плане тоже быть эффективней. Миша, не явление соперников сейчас довольно редкий случай. Да, Вов, я не спорю. Я же тебе говорю про исключительный случай. Исключительный случай. А не про... Ну, имеется в виду хорошую судьбу отхваливания. Я понимаю, что ты будешь... Господи, как же он называется-то? То есть парный и выступление, но ты имитирующий Якумитэ. Понимаете-то? А это... Напомни мне, Володь. Как это называется? Дисциплина. Ну, это же вообще, в последнее время до абсурда довели абсолютно. Она оценивается формально по ряду самих критериев, когда действительно видно, что и людям со стороны, понятно, даже незнакомым с искусствами боевыми, что там делаются кренделя вообще неработающие. Оцениваются по критериям вообще недействующим, которые, в принципе, для реального этого поединка не решают вообще ничего. Люди занимают первые места. Это как обздец. Так. В этом разрезе мне абсолютно не нравится система ВКФ, где существует узкая специализация или только... Мне тоже не нравится. Я не сторонник того, чтобы человек развивался только в одном направлении. Хотя скажу честно. Вот не буду кривить душой, что больше всего с призовых мест я занял именно не в Кумите, а в Като. То есть, как катист, я, по всей видимости, сильнее, чем в Кумитист. Но я и в соревнованиях по Като выступал чаще, потому что у меня было много травм, из-за чего не знаю, видимо, кривой лямой такой. Когда в боях участвовал, травму получал довольно часто. Вот. Именно по карате когда участвовал, да. И в Като у меня поэтому больше. И первых мест, и все. Но я всегда считал, что подготовка должна быть абсолютно, ну, универсальна. Иначе War of Killing не будет никогда. Да, я всегда считал, что карате это Art of Killing. И боевое искусство, которое направлено, это воинское, ну, это искусство, скажем так. Когда говорят про искусство боевое, вот это сразу такой термин, вот это Будо. Мы с Коровиным совсем это недавно по этому поводу обсуждали. Сразу подтаскивает вот как бы за уши какую-то ментальную составляющую. И от реально, и от спортивного Кумите это становится далеко. От спорта вообще бесконечно далеко. И можно по этой теме лясы точить, сколько угодно долго, как бы рассуждая то, о том, что можно вообще ничего не уметь. И всю жизнь оказывается заниматься боевыми искусствами. Вот. Поэтому, дайте, скажем так, я считаю, что это искусство воинское. То есть искусство воина, для воина. А для воина важно уметь реально побеждать, реально бить, реально побеждать, реально противостоять оппоненту, скажем так. Победит он или проиграет, это много факторов. Это его личное, ну, это искусство, это, значит, искусство противника, это как звезды встали, это много чего зависит. Вот. Но воинское искусство, это искусство, ведущее к победе на физическом уровне всегда. А не только на каком-то ментальном. Так, называется Энбл. Блин, ну, точно, вот из головы вылетел, ядреная мать, вот. Не знал, не знал и забыл. Нет, в смысле, знал, конечно, всегда. Просто когда за рулем едешь, отвлекаешься, да, немножко так это, концентрируешься на дороге, да. Вот. Вообще, эту дисциплину выбросить надо. Оставить ее только для показательных выступлений. Только. И все. И, кстати, вставляют себя как только в шутбе. Почему? Потому что они тихои. Именно техники. Вот у них Энбл получается очень хорошо. А куметисты? Нет, Бункай это не то. Бункай это расшифровка ката. Бункай дисциплина такая тоже есть. И выступают. А Бункай, это все ясно. Нет, я как раз имел в виду Нутенбл. Вот это шоу, так. В идеале это Бункай технических действий. В идеале, да. В идеале согласен, а в реале нет. От Бункай там вообще... Вот если бы в Энбл задействовали бы, скажем так, элементы Бункай реально, это было бы видно, то это бы действительно можно было бы как-то, скажем так, оценивать. Но Энбл вот оценивается совсем по другим, смотрите, критериям. И на Бункай там вообще ничего похожего нет. Чаще всего, наоборот, берутся экзотические какие-то элементы, хрен тебе знает что, которые даже не отражают тот стиль, в котором выступают участники. Так, да, вот. Но народ увлекается до уровня шоу, потому получается такая фигня. Абсолютно нереальная, Володь, конечно. И тем не менее, эти люди, которые делают абсолютно нереальную фигню, занимают очень часто первые места. А Бункай, Бункай надо делать обязательно. Но я Энбл бы оставил для показательных выступлений, для шоу, как открытие соревнований или завершение соревнований. Вот, это замечательно. Ну вот, Бункай, как соревнование, тоже, мне кажется, абсолютно неправильная дисциплина, хотя она, конечно, много что показывает, но ее тоже приводит к шоу. Эти кривляния с раздуванием щек, нападение противников, когда они там сидят в дзазен, потом начинают нападать. Один встал, другой подошел. Что это за такое душевный гомосексуализм во плане джентльменства, этого такого гипер-какого-то рыцарства? Никто так никогда не нападает, не атакует и не работает так это вовсе никогда. Вот, поэтому Бункай оставить нужно для аттестаций. Ну, аттестации Бункай надо показывать. Вот. Кстати, но работать надо всегда его обязательно в зале. Тут, кстати, сразу видно, человек, который делает сам и ката, а понимает ли он сам Бункай или нет. И я в ВКФ абсолютно согласен. Люди, которые делают ВКФ ката, очень часто, даже если они выступают в Бункай, видно, что они Бункай как таковой работают именно для соревнований. Они не понимают принципов Бункай. А учитывая тот факт, что элементы Бункай и ката практически в чистом виде не применяются на соревнованиях в том же ВКФ, то это такая разница, такая пропасть лежит между ката на Токумите, что вообще непонятно зачем, что нужно. Это можно два вида спорта выделить отдельно. Один будет называться Гиакуцки. Ну, правда, сейчас еще бы я его дополнил бы. Я бы назвал его Гиакуцки-Натурмаваш. Вот, это весь вид спорта. На этом все и заканчивается. А второе, это чисто ката. Ну, это мы уже в другую, допустились в сферу. Я, в принципе, сам до места доехал. Я не вижу, что меня... Ну, меня никто не переубедил, и я, может быть, убедил кого-то, но остались... Но я думаю, что с немой поддержкой мы к такому пониманию пришли, что все-таки важна победа. А значит, нам нужна одна победа. И не одна на всех, а одна для каждого. Как бы не выезжала бы команда целая, там, если это не командная кумите или не командная ката, да даже в командном кумите важна победа индивидуально каждого. Здесь каждый побеждает. Да и в командном ката побеждает каждый. Каждый выдает все по полной сомнепрограмме. Важна победа для каждого индивидуально. Работа в команде, говорит, очень сомневажна. Она позволяет перевалить ответственность на кого-то другого. Здесь этого не бывает. Вот чем боевые искусства хороши? Здесь каждый важен. Даже когда это командный вид спорта. Ну, бывают командные соревнования. Поэтому стремление к победе, вот основной ключ. Победил, не победил, это уже второе дело. Первое дело, это не просто поучаствовать. Обязательно стремиться победить. Ну вот на этом я этот эфир закончу. Друзья, спасибо. Было приятно пообщаться. Всем пока.